Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы снова идем за подарками, только теперь уже для друзей. Мы хотим подарить игру настольную, которая там с мультиком связана, которая любит один из них. И еще хотим подарить попкорн. И в этот попкорн мы хотим положить сертификат в сеть кинотеатров КОРО. Вот эта игра. Рик и Морти не обожают смотреть. А тут даже две есть. Сейчас посмотрим, выберем из какую-то из этих. Думали посмотреть еще себе Монополию, но просто посмотрите на цены. Там 2.300, 2.100 и 3.493.500 получается. Дороговато, дороговато, если честно. Мне кажется, что Монополия в любом случае самая классная, классическая такая настольная игра. Сколько мы в ней не играли, она так особо и не надоедает даже. Стоим с Андреем, рассуждаем. Он думает, может, это таки купить на Монополию. Я на самом деле очень хочу. Потому что Монополия, опять же, она интересная и классная. Ну что, что у нас стоит? Мы хотим самую... Тут есть стандартная Монополия в России и Монополия, типа, там карточки 4, там нет денег. Вот. И мы хотим купить ее. То есть за три эпизода. Вот. Ну не знаю пока. Андрей еще в разду у них. Я за. В итоге было принято решение разориться, и мы возьмем сейчас Монополию. Наконец-таки. У нас будет Монополь. Да завтра будем играть. И надо купить еще упаковочную бумагу. Ну, а у нас только одна. Батарейки, посмотрите. Почитайте. Один подарок куплен, и Монополия тоже. Мы еще такую группу купили, я вообще очень довольна. И сейчас едем за сертификатом в кару. И все. И домой готовить еду на завтра, чтобы гостей встречать. Так прикольно с Сири играть в Угадай Мелодию. Время очень быстрое. А, ой. Солисе. Я просто привыкла к Сири. Солисе прикольно играть в Угадай Мелодию. Единственное мнение с этой игры в том, что иногда соединение пропадает, и мы не можем играть нормально. Тут такая елка красивая. Рядом с метро. Карики красивые. Мы вообще что-то не посмотрели, как город в этом году украшен. И не были в центре. Что-то сложно нам. Да, мне тоже это больше понравилось. Сложно нам было найти кари. Кара. Вот. Купили мы сертификат. Едем домой. Наконец-то пора. Посмотрите, какая красивая станция новая. Открылась электрозаводская. Обожаю метрополитанс. Зато, что он такой у нас красивый. Смотрите. Все, красота. Это мое, мистер. Мое. Мое. Мы купили практически все, что хотели. Кроме попкорна. Попкорн мы не стали в коробку покупать. И решили купить его просто типа в Перике или в другом магазине. Но не нашли. И сейчас едем домой. Думаю, если что, просто в коробку купим и туда положим сертификат. Мы с Андреем решили, что монополия это был мой новогодний подарок. Потому что мы ничем не купили, а монополия я очень сильно хотела. Так что все. Меня тоже поздравили с новым годом игрой. Пришло время открывать мой новогодний подарочек. Смотрите, что тут. Правила. И сама карта монополий. Домники. Чем можно играть? И кубики. И карточки. Среди которых четыре прикладываются вот к этой штуке. Хотела вставить сюда батарейки, но тут надо отвертку искать. А я не хочу. В общем, завтра когда будем играть, в любом случае батарейки вставим. Интересно опробовать. У меня раньше никогда не было такой монополии. Мне кажется, что это очень прикольно иметь вот такую штучку. Достала всю упаковочную бумагу. Сейчас буду запечатывать игру. И мы в итоге не купили попкорн, как хотели. Купили просто Рафаэлку. Сейчас буду пытаться сюда, наверное, запихнуть этот сертификат. Не знаю я, как это запихнуть сюда. Потому что я думала, может просто вставить вот так вот. Но оно не вставляется. Потому что тут клей. И я, короче, не знаю. Прямо может открыть как-то Рафаэлку. А как бы спорю на ее открыть. Сейчас буду смотреть в интернете. Я тут внутри ножницами вот надрезала. Блин, сильно видно. Но я думаю, что это будет и так понятно, почему мы открывали Рафаэлку. Все. Готово. Практически. Все, я упаковала подарки. Мне кажется, что впервые это получилось очень даже красивенько. Потому что, ну, я в целом не так их часто упаковывала. И очень было много скотча обычно. А сейчас я просто посмотрела, как это правильно делать в интернете. И вот упаковала. И еще у нас теперь четыре настольных игры. У нас была вот эта уже Андрея. На день рождения ее дарили. Это нам подарили на Новый год. И это тоже. Ну, а Монополию мы сегодня купили. Мне больше всего нравится Иммагинариум. Потом Монополия. Потом Королевские хроники. И потом вот это. Я опять забыла, как это называется. Правильно читается это слово. Вот. Я так рада. Это так классно. Когда вот сейчас гости придут, у нас хотя бы выбор будет. Потому что в прошлый раз, когда приходили на день рождения Андрея, ну, мы такого-то поиграли. Логично. Потому что, ну, там и времени, на самом деле, на игры-то особо не было. Болтали. Там другими делами, короче, занимались. Вот. Ну, и если мы уже доходим до игр, то у нас только одна была. А сейчас можно выбрать. Мы уже посидели. Ребята от нас уехали. Так было здорово подарить эти подарки. Не знаю. Я прям обожаю это делать. Дарить подарки. И особенно упаковывать. И они дооценили то, что, типа, даже упакованы. Типа, мы так заворочились. Короче, было здорово. Мы уже посидели. Они уехали. И я настолько была довольна нашими посиделками, что я думала, что часов 7 вечера. А оказалось 12 часов ночи. Я такая думаю, что, серьезно? Завтра нас еще позвал опять брат Андрея. Попросил меня взять косметику, чтобы накрасить его жену, маму Андрея и меня. И будет какая-то, типа, мини-фотосессия. Я не знаю, что там конкретно будет. И сказали нам еще брать коньки. Так что завтра тоже день обещает быть очень интересным. Андрей пришел встречать родителей. Они приехали к нам в гости на денечек. Ну, вообще, они с 30 декабря или с 31 дома у нас. Ну, не у нас, а в Москве, в смысле. Вот. Но к нам конкретно не приезжали на день. Потом уехали к старшему. И вот сейчас опять приехали. И вот вещи Андрей пошел помогать выносить. Положила свинкам новая сенка. Они вот так усердно кушали. Но в целом сейчас их покормила, я думаю, видно. И когда родители Андрея были у нас, они так ими умилялись. Всех умиляют наши свинюшки. Наши милашки. А мы вчера вечером смотрели различные видео про морских свинок. И мне снова захотелось третью морскую свинку. Я хотела лысую морскую свинку. А сейчас хочу, короче, пушистую, розетчатую. Но я изначально, когда Жужу покупала, Жужу вот рыженькая кушает. Я думала, что она потом почему-то станет розетчатой. Типа не знаю, почему я так думала. Но она гладкошерстная и все. С каким типом родилась, такое, естественно, дальше у нее и будет. И мы вчера смотрели видео, и там такие розетчатые свинки морские. И мне так не нравились. И хочу теперь третью. Посмотрите, какой снег идет. Мы вышли в магазин, просто такие хлопья летят. Какая красота вообще. Я так, ну, не знаю. Все равно я же с юга, я же с Краснодара. И я каждый раз еще вот третий год уже или четвертый какой там. Я живу тут в Москве. И я так радуюсь этим хлопьям. Андрей мне заставлял сейчас надеть шапку в магазин. А я говорила, что я в ней как додик и не хочу надевать. Но сейчас я рада, что я ее надела. Вот, потому что на улице дубак, если честно. Прямо холодно, да. И маска сейчас греет лицо. Так что ее даже приятно носить зимой, мне кажется. Я против. Я говорю, Андрей, что я хочу в снежки поиграть. Он говорит, у меня крючатки вообще-то есть. И типа собираются меня обкидывать снежками. На самом деле, реально, у меня сейчас какая-то такая эйфория. И радость, как будто мне, не знаю, как будто я в школе. И вот выпал снег. И можно пойти побегать в этом снегу, поваляться. Но валяться мы в нем, конечно же, не будем. Нормально. Мне пофиг. Пофиг? А мне так нравится, как он падает красиво. Особенно в свете фонариков. Давай. Я видела, что ты взял снежок. Да он был какой-то маленький. Вообще убогий был снежок. Нет, ничего. Ты слышала, как ря? Фирменный. Ой. Я сейчас тут шлёкнусь. Падаю. Пошли. Какие веселые снежочки. Ой, блин, у меня рука отмерзла. Ну как вот объяснить, что нельзя в неположенном месте, блин, переходить дорогу? А кто сюда не положил, я не понимаю. Кто не положил? Не положил? А. Вот она могла бы сейчас нас сбить. Это такси, да? Снег? Да. Мне ещё за ботиночек снег упал и растаял. И у меня мокрый носок. Что? Ну, ты чё, блин? Вообще. У меня всё прилипло, блин, на ляжку этот снег. Нам подарили смесь для Глитвинта, и вот мы решили её использовать с домашним вином. У нас лекарства хранятся в двух таких косметичках, и вот сейчас Андрей начал болеть, и я решила посмотреть, что у нас вообще тут лежит, и перебрать все лекарства. И вся вот эта косметичка полная, она с просроченными лекарствами. Я не знаю, когда я последний раз этим занималась, очень давно, я смотрела на сроки годности, тут есть какие-то лекарства, которые там срок годности вышел в восемнадцатом году, какие-то даже в шестнадцатом году. Мы просто их возим с собой, непонятно зачем, вот, и решила вам рассказать, чтобы вы тоже проверили свои аптечки и выкинули всю просрочку, потому что, ну, как минимум это, наверное, будет неэффективно. Я на этом видео своё буду уже заканчивать, не болейте, перебирайте свои тоже аптечки, чтобы не пить просроченные таблетки, и мы с вами совсем скоро увидимся в новых моих видео.